Спасский, тоже очень короткий, тоже очень эффектный. Это был матч века, это те времена были, почти полвека, 45 лет, но в те годы советская шахматная школа была непобедима, и все чемпионы мира были, ну, до Фишера были подряд, и Батвейн, и Тросян, и Спасский, все советские чемпионы мира были, где Советский Союз с шахматным отношением был очень серьезен. Добавил, когда СССР развалился на много-много стран, все шахматисты разъехали, уже во многих местах появились сильные шахматисты, и такого, как в те годы, победы в доступе не было, чтобы СССР доминировал. И поэтому это был матч, сборная СССР играла со сборной мира. Вот так и почти сборная СССР выиграла. То есть все сильнейшие шахматисты мира, кроме СССР, играли с СССР, где была команда только одни из человеческих шахматистов. Вот это одна из партий. Спасский был чернами, а Билан играл Ларсон. Это очень сильный шахматист, датчанин. Он в то время был один из сильнейших шахматистов мира, он творировал с Фишером и так далее, и так далее. Ну, это все было очень давно. Вот Спасский был здесь очень красивый партий. Ларсон играл немножко вычерно. Он играл, конечно, грязь местная река, начиная от партий б3. Но он все-таки играл кривовато. Вот в этой партии он пошел б3. Этот ход, конечно, не проигрывает, но он все-таки немножко вычерно. Спасский обидел по центру. Е7, Е5. Е7, Е5. Слов б2. Слов б2. Конь С6. Конь С6. С4. С2, С4. Конь Е6. Конь Е6. Конь Е3. Конь Е3. Вот это построение, конечно, немножко искусственное. Спасский наказывает противнику за такой бучей. Конь Е3. Е4. Противнику продвигает бешевый вперед. Конь Е4. Нет, ну конь по двое. Конь Е4 в центр. С1, С1, С5. Черный развивает слона. С1, С5. И на коня нападает, и слона развивает. То есть захватывает инициативу. Ну, это еще по конячему и говорит. Черный, бедный изменяется С6. Конь Е6. Конь Е6. Он конь по двое. Черный по мере пешки Д. Д, ДС. Не побили коня. Прежде Д. ДС. Теперь Е3. Белые сыгрырки Е3. Е3. Слон Ф5. Слон Ф5. Нет, слон Ф5. По черным. По черным сейчас. Слон Ф5. Слон Ф5. Ф2. Ф7. Слон Е2. Три нуля. Ну, вы знаете, нет, немножко сюда, пока три нуля. Здесь сыграл Ф4 Ларсон. Он, конечно, ставился со своими дегитативными экспериментами. Ф4, конечно, тоже ход немножко непонятно, как бы рискованный. Надо было заканчивать резинки по-другому Ф3. Он сыграл Ф4. И здесь Спаскет сделал первый из активных ходов. И очень быстро забивается победа. Он играет конь Е4. Конь Е4. Теперь уже, как ни странно, нельзя Х3, потому что последовало бы ладья ГЛД-2 и на Фето-Бюд-2 последовало помь Е4. Ладья ГЛД-2, Фето-Бюд-2, помь Е3. И всего лишь всего лишь две пешки для ладьё. Закачивайся еще на две пешки, но а белый белый хороший родок. И дракировка невозможна. А, нет, я тебе не прошел. Слонь Е3, слонь Е3, слонь Е3. Вот. И дело плохо. Просто ну, больше всего лишь разгром. Именно говоря, ГЛД. Ладьи нет, но он разгром, поэтому на коне 6-4 беды сыграли Женгин. Такая боесть, война Б1. Да, они не вывели коня, а с другой же 3. На это последовало тюрьмы на королевском флаге начали атаковать, аж 5. Теперь с такой бойца три снова ладьи, и на два круга, и сразу на сколько будет удара. Поэтому пока на два держат бой, белый не могут закончить разлиться. Они пытаются прогнать коня, сначала, аж 3. И здесь эффектный ход сделал Спаски еще один. Ну, можно сказать, что в голову не приходит. Он не вводит коня, ведь он ребенок, да, можно закончить разлить, и будет как стоять пока проще. Хотя, конечно, Федер и Фланг не разница, поэту полный черных, но он сыграл неожиданно аж 3, а на аж 3 сыграл аж 4. Он сыграл аж 4. И жертвы коня, и беды взяли коня, на это последовало аж шею. Здесь черная пешка шея прорывается, прорывается с очень большими неприятностями. Как ходить? Если бить туда, разумеется, ладья будет, просто ладья дошлось, здесь играть и ладья шарьеман, и шинвань и так далее. Здесь уже очень плохо. Поэтому белые не стали меня с вами отступки ладья шарьем, чтобы не уступать линию аж, но черные сделали и щавицы в этот ход. Кого вы думаете? Ж2. Нет, Ж2, он же может не нагроз. Ж2, тоже был не плохо, но он сыграл очень красиво. Он Ж2, а на Ж2 можно побить не Ж2, кстати. просто я беру эту пешку. Вадим Шарьеман 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 Ну да, здесь тоже есть ученые перевезы во всех случаях, но у Спаски особенно эффект выигрывает. Ж2 может раздеть коня, и так в длинную сторону смеет выкрануться геларс 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 и фигуры. Если там будет он сводит в Ампериар Ц3, там он ходит в 2, когда он сыграл не догадайтесь, он сразу упрял на него пожертвовал еще, что у него уже нет фигуры, но он не фигуру пожертвовал, так он еще просто на него поставил подбой. Это какие тактические приемы? Сначала во-первых отвлечь ладью, в последнее отвлечь и жарь, это нельзя еще. Еще и завлечь ладью на поле рожания. Это два отличных приема. завлечения и отвлечения называется, но выхода нет, теперь уже два и стемпу. Теперь можно было, ну, после ладей F1 было в партии нет, было в партии, я приведу вариант, который основной. А если он так сыграл, если он сыграл ладя G1, это вернее, это было в партии, но это просто ферзи 4 шаг решает. Ферзи 4 шаг, когда ладя и ферзя ставят. ферзи нет, начни с ферзи F1. Ну да, ферзи 4 шаг, когда ладя уже ставят все взяли, потеряла погребов, эта позиция очень плохая, а кажется, что можно не отдавать ладей все на F1. да, так длинным ряб приготовился. Ферзи 4 шаг. Еще один красивый ход такой. Ферзи 1. Ферзи 1, правильно. Ферзи 1. Бенди льда, а? Бенди льда, потому что ляшка превращается вверху и все. И потом даже если на падение тут сферзи Береслава с матом. Поэтому да. Владер гед дед Морч п п Ферзи 3, ферзи 3, 1 шаг, корольца 2, он играет против ферзи 2, ну еще один ферзь будет, он берет слона, например, берет слона. Почему я тебя подсказал в слон за один? Как? В слон за один? Ну, хоть слона, берет слона, берет слона, но здесь все равно, это партии не было, это просто Петра Александрович издался, Петра Александрович издался. ЖФ, тогда он просто берет Ферзи 1, да, Ферзи 1 шаг, корольца 2, на ЖФ, следует просто Ферзи 2, и, ну, все, все. На ферзи 3, допустим, он играет слона и 4, еще жертвует, но он еще слона отдает, если вы берете слона, то перетесь решать, а потом берете слона. Да, это не важно, это все уже измерение, поэтому важно, что эти несколько красивых ходов, вы видели, какие они, и А4, и ладья А4 с темпом, и потом, вот все, что вы видели, это сдался, вы не постараетесь, ладья А4 создался на семнадцатом ходу, то есть это партия Гроссвей, которая очень редкая, такие короткие партии, семнадцатого ходов, это называется партия миниатюра, то есть это миниатюра, которую Фаски создал, когда он был на вершине своей карьеры, вот такие у него были красивые партии.